Этого пёсика, прикованного к цепи, женщина увидела из окна своей машины. На улице шёл дождь, из-за мороза капли превращались в лёд ещё до того, как падали на землю. Малыш даже не пытался спрятаться к будке и только подойдя поближе, женщина поняла причину его поведения. Внутри будки улёгся большой пёс, который просто не пускал щенка вовнутрь. Щенок был прикован к цепи, рядом стояли миски. Рядом была заброшенная сторожка, чуть поодаль, железная дорога, которой также давно не пользовались. Что здесь мог охранять щенок было непонятно. Судя по содержимому мисок, кормили малыша нечасто. В одной из них были остатки костей, вторая была пуста. Женщина начала регулярно проведывать и кормить щенка. Стая собак, живущих в этом районе, отбирала у малыша еду, поэтому женщина оставалась рядом с малышом до тех пор, пока он всё не съедал. Шли дни, а в сторожке никто так и не объявился. Становилось всё более понятно, что Костя в миску положил такой же прохожий, который просто пожалел малыша. Теперь каждый день женщина приезжала к пёсику и следила, чтобы он был сытым. Стая собак также ждала этого момента и пыталась отобрать еду у малыша, но его благодетельница не отходила ни на шаг, пока щенок не съедал свою порцию целиком. Всё это время никого из людей рядом не было, не появилось никаких следов, что кто-то бывает в сторожке. Стало понятно, что о собаке никто не заботится, а остатки костей, которые женщина видела в день знакомства, помощь от неравнодушных прохожих. Женщина обратилась к нам с просьбой пристроить щенка, у нас приют просто в квартире и живут здесь кошки, для собаки, при всем желании, найти место не получалось. Ближайшую передержку для малыша нашли в Екатеринбурге. Пёсика сразу отправили к ветеринарам, после того, как придут результаты анализов, ему предстоит кастрация, а дальше начнут искать дом. Пёсик оказался невероятно ласковым, он любит проводить время на руках. Сложно представить, что такое доброе животное было вынуждено жить на цепи. Малыша назвали Томасом, ему очень нужен дом и семья, которая будет проявлять к нему любовь и заботу, а он уж точно отплатит за это сполна.